По твоим глазам и по твоей улыбке, И опять на зло судьбе я приду опять... Ты что, меня снимаешь, что ли? Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург» В студии Иван Червинский. Друзья, всем привет! И Саша Карельский. Мы рады приветствовать вас. Сейчас будем записывать с пылу жару реакцию на новый клип Димаша на песню «Я скучаю по тебе». Мы уже собирались вообще идти домой, но тут вдруг звоночек и ба-бах, клип появился. Мы на самом деле ждали его в течение всего дня. Нам удалось все-таки дождаться премьеры, поэтому давайте ее сделаем вместе с вами. Саша, подожди, а как мы покажем реакцию на нашем канале? Да, точно. Друзья, сейчас YouTube действительно борется с авторскими правами. И вообще официальные видео лучше смотреть у авторов, собственно, на канале Димаш Кудайбергена. Поэтому мы посмотрим эту песню без звука, потом выскажем свои первые эмоции и впечатления. Ну а нашу полную реакцию для тех, кто прям очень хочет посмотреть ее именно от нас, вы можете увидеть на нашем телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь. Ссылочка у нас есть в описании к этому видео. Поехали? Поехали. Черно-белый все-таки. Черно-белый. Черно-белый. Мощно! Очень круто! Цветным не стало, как я хотел, но было очень круто. Это, получается, Нью-Йорк, да? Показали Нью-Йорк. Это вот тот мост. Я там не был, поэтому я не знаю. Мне кажется, у меня ассоциация с Нью-Йорком. Слушай, я тебе могу сказать, что опять Димаш сделал всю работу. Потому что он так сыграл круто и видно. Ты знаешь, на концерте я не так прочувствовал песню, как сейчас. Вот сейчас эта песня спета максимально проникновенно. Я вот услышал какие-то такие действительно очень трагические нотки в его голосе, которые, мне кажется, можно услышать только в студийной записи. И, знаешь, черно-белый клип, он такой еще добавляет что-то, знаешь, такое со словом арт, то есть художественность. Я тебе могу сказать, что много повторяющихся было кадров. Зато много Димаша. Ты же знаешь, как Диарс это любит? Ну, просто видно, что Димаш действительно, мне кажется, просто 90% этого клипа сделал. Потому что то, как он передал эмоции с помощью своей мимики, с помощью своего голоса, с помощью широты и амплитуды своих движений. Ну, то есть меня захватил, к сожалению, в этом клипе только артист. Знаешь, что надо добавить? Смотрится на одном дыхании очень легко. Я прямо в процессе представил, что я вижу это на любом телеканале, в любом салоне красоты, парикмахерской, когда заходишь, там же телевизор стоит, и там этот клип, потом на улице эти билборды или еще что-то. И везде этот клип можно ставить и показывать. И он всем понравится. Если бы я, как ты сказал, зашел бы куда-нибудь и увидел этот клип, обычно они очень часто играют именно без звука, то мне бы очень захотелось попросить кого-то, ребята, а можно как-то услышать? Потому что видно, что артист вкладывается в каждую ноту. И просто филигранно спета. И песня действительно классная. Да. Не хочется никому передавать привет, но надо сказать, что я уверен, что этот клип обязательно всем понравится. Не будет тех, кто останется недовольным. Ну, кроме меня. А чего тебе это не понравилось? Ну, вот мне показалось как-то простовато для Димаша. Это мое сугубо личное впечатление. Потому что... Саша, а ты когда-нибудь слышал о том, что все гениальное, а оно просто? А-а-а! Вот оно что! Поэтому клип черно-белый, поэтому много кадров, где Димаша отыгрывает. А вот кстати, почему вот в коллекции Димаша так много, вот обрати внимание, именно темных клипов. Клипов с темными тонами. Вот вспомни клип «Лебеди». Там очень много темных красок. Несмотря на то, что там яркий и красивый ангел, но все равно он создает именно такую мрачную атмосферу. Потом композиция «Знай». Там тоже все происходит буквально в сумерках. В песне «Кайран Елим» тоже фильтр наложен исключительно такого темного характера. И этот клип опять выполнен в темной вариации. Это уже такой почерк прослеживается или просто это пока совпадение? Саша, ты забыл, что есть еще клип «Киркемим», который яркий, красивый, с девчонками. И потом сейчас еще какие-то идут съемки тоже с девушками. Так что не факт, что именно такой стиль. Есть надежда увидеть что-то яркое. Конечно. Тем более мы знаем Димаша Канатовича как исполнителя, который способен в совершенно разных жанрах выступать. И вот не удивлюсь, если вот это в золотой маске в машине, то он будет наверняка цветной, такой яркий. Кстати, да там же золото. А вот мне знаешь, о чем я задумался, когда смотрел этот клип? Там же Димаш отыгрывает буквально каждое свое движение. И все же понимают и видели, как происходили съемки. По факту это же просто павильон. Ты вообще ничего не видишь. То есть ни этот мост, ни это здание. То есть ты просто находишься в большом зеленом кабинете. И твоя задача мысленно вообще представить все. От вот этих образов, которые будут в клипе, до той девушки, до той героини, о которой скучает наш герой. Помнишь, Димаш сказал, что хорошие музыканты должны представить звук целого оркестра. То есть каждый инструмент по отдельности. Поэтому я думаю, что представить Нью-Йорк, и мост, и там набережная. Я думаю, что для Димаша Каната еще вообще никаких проблем не было. Я думаю, что он может спокойно в любом голливудском фильме сняться, где тоже там декорации. Там тоже актерам приходится большую часть сцены додумывать. И я думаю, что в тех условиях, может быть, это будет считаться для Димаша легкой прогулкой. В любом случае, друзья, вы услышали нашу версию эмоций, впечатлений. Первые эмоции, впечатления от увиденного. Обязательно его нужно пересмотреть еще несколько раз. Ну а мы хотим узнать ваши комментарии, ваши впечатления. Напишите, пожалуйста, что испытали вы, что вы заметили, что вам понравилось, а что, может быть, не понравилось. Полную версию этой реакции смотрите на нашем телеграм-канале. И до скорого! Всем пока! Всем пока! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.